В Караганде открыли самый большой в Центральной Азии католический собор Пресвятой Девы Марии Фатимской. На столь значимое для города событие прибыл кардинал из Ватикана Анджела Садана, который возглавил церемонию освящения нового католического храма. Собор Пресвятой Девы Марии Фатимской строился в Караганде более 8 лет. Сегодня католический собор является самым большим в Центральной Азии. На церемонию открытия приехал кардинал Анджела Садана, который провел четырехчасовую торжественную мессу в новом храме. Этот собор станет одной из достопримечательностей Караганды и духовной гаванью всех приверженцев католичества в Казахстане, отметила Кимобласти Абельгазик Усаинов. Католическая церковь для нас не является чужеродной, привнесенной извне. Она продолжает и развивает те культурные и духовные отношения, которые зародились еще в далеком прошлом. Сегодня католическая церковь в Казахстане проводит активную поддержку политики лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, помогает сохранить веру в добро и справедливость, вносит вклад в воспитание патриотизма и достоинства среди молодежи, любви и уважения к родине. Собор спроектирован по образцу Кельнского собора и имеет форму латинского креста. Храм построен из кирпича и облицован камнем-ракушечником из Дагестана. Пол кафедрального собора выложен гранитными плитами, внутри богатое убранство. Стены украшают 30 витражных окон. Главный алтарь сделан из ели, кедровой европейской сосны и бука. При оформлении использовались натуральные пигменты и листовое золото. От имени Папы Римского Бенедикта XVI кардинал Анжела Садана передал новому собору религиозный символ – монстрацию. Я очень рад, что могу привезти и передать вам личный подарок от Папы Бенедикта XVI, эту монстрацию для вашей прекрасной общины. Я передаю ее в руки вашего епископа и прошу, чтобы вы молились за нашего Папу, молились за меня. Я всех несу вас в своем сердце. После торжественной литургии его высокопреосвященство Анжела Садана рассказал журналистам о значимости события, о том, что все конфессии молятся единому Богу. Это большое торжество для Караганды, для Казахстана и для всей Центральной Азии. Это послание о большой религиозной свободе для всех народов. Даже в Европе, в Америке и по всему миру знают, что здесь, в этой стране, в этом сердце Азии живет свобода религиозная. Это также заслуга вашего президента, нашего президента, господина Нурсултана Абишевича Назарбаева, его правительства. Я, господина президента, его правительства со всего своего сердца приветствую. Но это также заслуга многих верующих людей, которые многие долгие годы страдали за свою веру, а теперь заслуживают этого чуда. Папа Иоанн Павел II, который был здесь, в Казахстане, в 2001 году, много раз рассказывал мне о традициях вашего народа. Он мне также рассказывал о большом страдании, которое было на этой земле, страдании депортированных, страдании мучеников. Но мы также надеемся, что в будущем эта земля будет землей святых. В возведении католического храма помогали многие страны. Поступали пожертвования со всего мира, в том числе из Германии, Швейцарии, Австрии, Америки и даже Южной Африки. На церемонии открытия присутствовали посол Ватикана в Казахстане, архиепископ Мигель Маури Буэнди и председатель агентства Республики Казахстан по делам религии Кайрат Лама Шариф. Нужно отметить, что на торжественное событие приехали верующие не только со всего Казахстана, но и из дальнего зарубежья. Я из Португалии. В Караганде я впервые. Я восхищена красотой этой церкви. И считаю открытие католического собора очень важным событием для католиков вашей страны. Я плакала. Настолько тронула меня церемония освящения собора. Я проделала долгий путь из Вены в Караганду. Но то, что я увидела сегодня, стоило того. Очень понравилось. Очень, очень. Я такой первый раз в жизни вижу. Видела такую красоту, такую Божью благодать. Первый раз в жизни. Очень довольна, что я приехала на это паломничество. Очень довольна. Спасибо Богу.